Я всё-таки хочу напомнить, что, хотя кажется, что наши семинары всё про всё, нам-ка мы там твёрдые линии свои гнём, и очень даже сильно. И вот сейчас одна из твёрдых линий. Понять, не нарушая ничьей религиозности, прежде всего, своих личных чувств и пониманий, хочу представить вам ту точку зрения, которую разделяем мы, вот эти. Видите, Сашку, он у нас энциклопедист и знает всё. Вот вы его сейчас спросите, он скажет вам всё по-древнегречески и по-древнееврейски. Вот это Сашка, например. Я не знаю, про армянский он знает, но вот, видишь. Между прочим. Или там Юра сидит, роет. От Византии до Папы Римского. И всё роет. Почему там получилось, тут не получилось. Вам одну фразу сказала, Никита, наверное, её знает, Бердяевскую, уже успела воспроизнести. Россия никак не может решить проблему Бога. Почему я сейчас об этом говорю? Это вовсе не атеистическое. Я уже в том возрасте, когда атеистом быть невозможно. Но вот то, что, как мне кажется, церковь... Нет, религия – это всё, что про мои отношения с Абсолютом. Какие они не есть. И какие пути к Богу существуют и не существуют. Это моё личное. И оно определяет взгляд на мир, потому что он определяет взгляд на жизнь и взгляд на смерть. И смерть – это та последняя точка, из которой растёт жизнь. Но когда мы говорим о взаимодействиях людей, когда мы всё переносим в пространство ежедневной жизни, то тут что-то возникает иное, другое. Это рамка человеческих отношений, хороших, плохих – не знаю. И вот внутри греческо-иудейской, христианской цивилизации возник такой символический феномен, который называется право. Право – это тот символ, который позволяет нам всё личное, насколько возможно, перевести, институализироваться. Перевести, спасибо большое, формальные вещи. И в нашем узком кругу мы очень часто друг другу говорим. Я, может быть, не совсем цитирую, но всё-таки хочу вам повторить слова Эммануила Канта. «Наша вера в Бога должна быть такой абсолютной, чтобы не привлекать Его в наши повседневные дела». Это очень точно сказано. Сегодня, когда так активно втаскивается православие как идеология, это тот же, мне кажется, исторический путь, который Россия уже проходила. И не будем забывать, что Россия поликонфессиональная страна. Здесь живут разные вероисповедания. И в этом красота России. И сложность России, потому что необходим диалог, диалог межкультурный, межэтнический и, конечно, межрелигиозный. И поэтому, как мне кажется, вот мы привлекаем Никиту, чтобы он посмотрел это из глубин истории. Дальше будет у нас такая же презентация, чтобы понять, в чём всё-таки корень вопроса. И нельзя снова вступить на путь или на поле идеологическое. Религия – это больше, выше, сильнее, чем любая идеология. И это почти что не обсуждается. Это и есть личный выбор каждого. И это важно знать. Спасибо, Никита. Добрый день. Ну, прежде всего, я пользуюсь возможностью поздравляю всех с 20-летним школы. 20 лет – это замечательный возраст. Когда юношеские комплексы уже прошли, человек входит в разум, но, тем не менее, полон силы бодрых духом. Я желаю школе этой бодрости духа и далее. Теперь, собственно, о моём сюжете. Сюжет, безусловно, существенно обострился и сделался актуален в последние, по крайней мере, полтора года особенно, в связи с тем, что много произошло в текущей общественной и политической жизни таких событий, которые вызвали и чрезвычайно обострили взаимные неудовольствия общества и православной церкви. Так вот, мне кажется, что обе стороны этого довольно остро уже протекающего конфликта немножко неправильно понимают позиции сторон, ровно потому, что недооценивают их инерцию, предысторию этих отношений, какова она была прежде. Дело в том, что человеческие отношения, человеческие институты вообще довольно инерционны, и не учитывать предшествующее состояние, траекторию предыдущего движения, было бы неправильно, мы как-то запутаемся в представлении о том, каково нынешнее положение дел и каковы возможные пути разрешения этого конфликта. И в связи с этим сформулируется вот такая тема для сегодняшнего моего короткого сообщения. Церковно-общественные отношения в России до Октябрьской революции. Тут чуть-чуть существенно оговориться о словах, потому что, если через все широко понимать общество, то исчезает сама проблема. Ну, общество, как бы и церковь вся включает, и общественно-экономические формации, это все-все-все всеобъемлющая такая материя. Дело в том, что я буду понимать общество немножко уже, так как ее все-таки понимает социология немецкой школы. Иногда в России говорят о гражданском обществе. Это довольно новое социальное образование. Специфика его в том, что это субъект отдельный от государства, от государственных институтов, от сословных рамок. И в этом качестве гражданское общество чрезвычайно новая вещь. Она, собственно, зарождается в XVI веке в Европе, в середине XVII начинает себя как-то осознавать. В России это происходит чуть позже, в XVII и к середине XVIII века этот процесс как-то оформляется. Так вот, что такое, в некотором смысле, гражданское общество? Это для его функционирования. Необходимо некоторое производство смыслов. Вот, собственно, это открытие еще Канта, что освобождение невозможно без просвещения. Иначе действующие субъекты в этой системе окажутся неравны. Потом об этом много писал Алексей Детаквили, анализируя американский опыт, что равенство достигается на самом деле неравенством состояний. А равенством особого капитала и капиталознаний. И в этом смысле гражданское общество есть некоторая машина по производству ценностей и смыслов. Вот, что это общество считает допустимыми, какие границы жизненных целей, в каком диапазоне эти жизненные цели могут быть человеком себе поставлены, какие средства для достижения этих целей допустимы или недопустимы, это все вопрос общественного консенсуса, общественной полемики, общественного диалога. Но одновременно это и вопрос церковного учения. И долгое время церковь имела монополию на эту сферу. Как только появляется общество как отдельный субъект, немедленно возникает этот конфликт. И он каким-то образом должен разрешиться. Они должны как-то взаимно выяснить эти отношения. в каких пределах церковь действует и пользуется монополией на жизненные целеполагания, в каких пределах это принадлежит обществу. Обратите внимание, что это происходит не только в России, это везде происходит. И конструкция церковно-общественных отношений может выстраиваться, это происходит исторически, в силу действия людей, их интересов, они преследуют некоторые сиюминутные цели, и поэтому конструкция складывается очень разная. Скажем, в современной Франции церковные организации вполне маргинальны, и голос их имеет значение 25-е. А в Польше костел главный авторитет для общества, поскольку он встроен в идеологему освобождения, в идеологему национальной идентичности. Это одна из опор национального духа. Что же в России? Еще раз повторюсь, что в России гражданское общество начинает возникать в 17-м столетии и вполне оформляется к середине 18-го. Институтами его, инструментами его, которые, собственно, и есть симптомы его появления, это пресса и общественные организации. И то, и другое появляется в России в 18-м столетии, и мы можем говорить уже о том, что русское общество образовалось. Хорошо ли, худо ли, в большом или объеме, в малом, но оно и есть. Так вот, в тот момент, когда в России появляется общество, русская церковь переживает тяжелый кризис. После 1722 года, после издания знаменитого духовного регламента, она фактически становится государственным институтом. Это департамент духовных дел государственной канцелярии. и в связи с этим оказывается на государство, на церковь предлагает некоторые не свойственные ей функции, а церковь соглашается эти, вообще говоря, не свойственные ей функции исполнять. И этим государственным подчинением церкви государству упрощается с одной стороны общественная конструкция российская, а с другой стороны серьезно осложняются отношения церкви и общества. Вот окончательно этот процесс о густослении церкви завершается в 1797 году, когда законом об императорской фамилии церковь именуется первенствующей и главенствующей, а император назначается ее главой. Все. Они слились окончательно, государство и церковь. Чего никак не может допустить общество, которое в силу самой своей конструкции оказывается всегда оппонентом государства. Более или менее оппозиционным, но всегда противовесом оппонентом. И мы это с вами наблюдаем уже на первых опытах российской общественности. Вот чечен характерен в этом смысле история Николая Новикова. Вот не знаю хорошо ли после школы все отдают все отчет, что это такое чисто общественное предприятие. Обратите внимание, что новиковская типография это не его собственность, это типографическое товарищество, это не просто экономическая форма осуществления этого предприятия, а это союз единомышленников, то есть это общественная организация, которая не только издает книги, но и за что собственно Новиков и пострадал. Впервые вмешивается, вступает на то поле, которое государство считает своей монополией. Собственно, пострадал Новиков не за содержание своих книг, это бы ему простили, а за то, что он начал компанию помощи голодающим, общественную, помимо казенных институтов. И вот эта попытка заместить общественной инициативой казенное усмотрение, это ему не простили, и собственно, это была главная пружина гонений на него, поскольку собственно обвинить его в каком-то неправославии оказалось невозможно. Вот чрезвычайно характерно в связи с этим эпизод, что Новикова отправили на испытание к митрополиту Платону. Митрополит Платон был человек довольно образованный, а главное, что он был человек по-своему мудрый, что вообще говоря не редкость. В Иерархии тогда было, но вот так получилось, что было довольно редко тогда. В Иерархии ну вот так повезло Новикову. И отзыв Платона о Новикове. Молю Бога, чтобы все в мире христиане таковые были, как Новиков. Смысл фразы в чем? Новиков-то не христианин, Новиков-масон. Русское общество, вступая на путь общественной активности, нуждается в нравственном этическом оправдании, нуждается в некотором духовном инструментарии для этого общественного действия. И этот инструментарий не находится в православии. Оно его не дает. для того, чтобы начать общественные действия, русское общество вынуждено искать это духовное оборудование в масонстве. То есть во вполне таких, иногда даже и мистических учениях, довольно экритического свойства, совершенно нетрадиционных и совсем церковью не поощряемых. церковь. Но сфера сфера духовно-нравственной жизни, связанная с распространением информации. То есть, грубо говоря, книгопечатания. В России существует цензура. И эта цензура по принципу духовная. Вот она с самого начала своего, с самого своего появления в 18 столетии существует гражданское и духовное цензурное ведомство. А в начале в 1828 году они практически сливаются. Причем сливаются таким образом, что гражданское цензурное ведомство остается, но духовная цензура оказывается выше гражданской. Этот фокус проделал чрезвычайно хитрый цередворец и опытный бюрократ московский митрополит Филарий, который в течение 30 лет не занимая в синоде важных постов, был главным идеологом православной церкви. На протяжении всего Николаевского царствования он руководил церковью в ее церковно-государственных и общественных отношениях. Так вот, митрополит Филарет в 1828 году настоял, чтобы церковные представители не входили в цензурный комитет гражданский. Тем самым всякий раз, когда в цензурном уставе была эта фраза, что всякое сочинение, задевающее духовно-нравственные темы, подлежит духовной цензуре. Тем самым гражданский цензур всякий раз, как видел сочинение, задевающее духовно-нравственные темы, обязан был отсылать его в духовную цензуру, а та могла запрещать все, что угодно, не мотивируя. То есть духовная цензура после 1928 года надстроилась над светской и стала важнее ее. Следствия этого были чудовищными. Без всякой мотивации в России запрещались перепечатки чисто научных сочинений, запрещалась немецкая сила, сфософия, гигель, запрещенная литература. Позднее 60-е и 70-е годы запрещались естественно научные труды наших ученых первой величины. И для общества это был тяжелый удар. Это было невозможно. Это было для постоянного конфликта. Сейчас об этом мало кто помнит и мало кто дает себе в этом отчет. Потому что не очень понятно в связи с этим пафос знаменитого письма Белинского к Гоголю. Письмо к Белинскому к Гоголю все помнят со школы, но не очень понимают этот пафос, не имея в виду духовную цензуру. Вы помните разумеется, что в 1847 году Гоголь вместо второго тома мертвых душ вдруг напечатал выбранные места из переписки с друзьями. Он обещал во втором томе мертвых душ нарисовать положительные дела в российской жизни, но как-то ему художественного удара не хватило это изобрести. Поэтому родились вполне ублюдочные и вполне публицистические избранные места друзьями, где русская жизнь рекламировалась как образчик для европейской, где призывали русских людей и русских дворян больше молиться и меньше умствовать, потому что действительно русская жизнь образец для мира, и здесь идеал жизненного устройства, поскольку помещик своим крепостным истинный отец и никакая свобода не позволила бы им, не обеспечивала бы им такого процветания, как благодетельное попечение помещика. И скоро Европа к нам поедет не за пенькой и салом, а за мудростью, которую не продают больше на европейских биржах. Вот пафос Гоголевского сочинения. На что совершенно озверевший Белинский брызжа слюной отвечает Гоголя. Вы не заметили, что Россия видит спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди, довольно наслушивая, не молитвы, довольно она их твердила, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства. Вот собственно эта коллизия и есть на протяжении всего XIX века коллизия церковно-общественных отношений. Русская церковь в силу некоторой специфики ее истории, о которой видимо тоже надо сказать, это не очень ясно осознается, хотя уже полтора столетия не составляет никакой тайны, хорошо исследована в богословской и церковно-исторической литературе. Русская прошломная церковь имеет довольно специфический дух, который вызван тем обстоятельством, что Русь крестилась в X веке. в определенный совершенно момент состояния византийской духовной полемики, когда эта полемика на время затихла. Русь не имела, русская церковь не имела опыта первых вселенских соборов, не имела опыта патристики, когда отцы церкви друг друга заушения устраивали, устраивали страшные споры о догматических вопросах. Русь приняла православие из Византии как некоторую данность, которая раз и навсегда утверждена. Отсюда в русской прошломной церкви чрезвычайная приверженность букве, обычаю, обряду и неспособность ее понять, что вообще говоря, это просто один хронологический срез большого динамического процесса. Учение продолжает развиваться, оно когда-то долго и мучительно вырабатывалось. Вот эта вся динамика церковной богословской жизни в русском православии представлена очень слабо, практически не присутствует. Вот нет русского богословия. Практически до самого конца XIX века не существует русского богословия, оно существует в каком-то совершенно зачаточном состоянии. И это сказывается на очень многих вещах, на том, что церковь, вообще говоря, сравнительно с католиками, сравнительно с протестантами, мало интересуется просвещением народа. Это еще Пушкин ей ставил упрек, как вы помните, что мало интересуется распространением, даже не столько распространением грамотности, сколько истолкованием прочитанного. Вот помните ли вы, что для того, чтобы читать Писание, надо было получить специальное священное Писание, чтобы читать Евангелие, нельзя было просто пойти купить книжку, надо было получить специальное благословение от своего духовного отца, а иначе начнете умничать и умствовать, и от этого большой грех может произойти. Все эти черты, безусловно, были прямо противоположны тем интенсиям, которыми жило русское общество, которое в это время, как и европейское общество, находилось под обаянием идей прогресса, идей просвещения, идей социального поравнения, и в этом своем стремлении не находило поддержки никакой у православной церкви, которая совершенно этого не одобряла. Особенно остро это сказывалось в эпохе политических кризисов, которые разряжались или реформами, или революциями. Вот замечательная эпоха великих реформ Александра Второго, конец 50-х, 60-х годов 19-го века, когда происходит очень фундаментальная трансформация русского социума, но русская церковь при этом занимает отчетливо консервативную и иногда даже ретроградную позицию. Вот уже упоминавшийся митрополит Филарет решительным остается защитником прав помещиков, но этого полбеды. Он пишет специальное мнение о сохранении телесных наказаний и пропагандирует оставление телесных наказаний, то, чего общество как-то согласило, что эти унижающие чеческое достоинство наказания должны быть отменены, и правительство их отменило. митрополит Филарет пишет гигантскую полемическую брошюру о том, что нельзя допустить уравнения в правах тогда речь шла еще только об имущественных правах женщин и мужчин в семье, поскольку должен быть муж в дому своем самодержцу. Это при том, что уже вовсю идет в мире и в России движение женщин за эмансипацию. И церковь оказывается поперек, грубо говоря, поперек прогресса. И вот это поперек прогресса продолжается до самой революции. Вот множество можно приводить примеров такого рода. Значит, вторая область, где чрезвычайно сильно и постоянно сталкиваются церковь и общество, это вопросы народного образования. Вот что было сделано великими реформами Александра Второго и отчасти как-то ушло в тень действительно великой крестьянской реформы, судебной, но нисколько не менее важное мероприятие было, а в перспективе и очень значительное. Мало кто помнит, что в 1863 году была ликвидирована государственная монополия на образование. Российские подданные получили право заводить частные учебные заведения, российские общественные организации получили право заводить учебные заведения и начали широко этим правом пользоваться, особенно земство. на протяжении 60-х и начала 70-х годов идет в земских собраниях чрезвычайно острая, чрезвычайно насыщенная дискуссия о том, какой должна быть земская начальная школа для самого первоначального народного образования. Земство, как вы помните, состояло из трех курий, тонн там задавали две крайние, то есть помещики землевладельцы и крестьяне, и вот эти две курии никак не могли договориться, потому что в земство пошли помещики, разделяющие идеалы гражданского общества тогдашнего, о том, что образование должно быть светским, о том, что образование должно быть гуманитарным, о том, что образование должно содержать элементы научной картины, естественно научной картины мира, и этот взгляд совершенно не разделялся крестьянством, которое благодаря усилиям власти и церкви до этого времени пребывало в традиционной культуре и считало, что ничего этого не нужно, что надо учить церковному пению и больше ничего не надо, чтобы псалтирь мог прочесть и петь на клиросе, больше ничего не надо, оказалось, что надо, немедленно выяснилось, в течение десяти лет вот этой полемики, выяснилось, что надо, жизнь диктовала новые условия, грамотность требовалась на пение, помимо этого требовалось еще знание, по крайней мере, математики, географии для эффективного функционирования в новом социуме, и русский мужик это очень быстро сообразил. И после 1872-1873 года, когда полемика это исходит, но нет, практически во всех земствах, земство открывает школы принципиально нового типа, небывалого на Руси. По формальным параметрам она удовлетворяет стандартной министерской программе для школ начальных народных училищ. Но по наполнению этой сетки земская школа существенно отличается от всего бывшего до нее. Там делается упор на естественное научное знание, на математику, на географию, на гуманитарную историю рациональную, и она оказывается по факту, не по формальным параметрам, а по фактическому содержанию преподавания и по результатам очень сильно отличается от церковно-приходской школы. Выпускники совершенно разные получаются. Одни идут дальше и учатся, и идут в промышленность, становятся мастерами, другие сохраняют жизненную пассивность. И тогда правительство решает поддержать вот эту церковную школу. Правительство уверено, что оно может подморозить процессы эмансипации, процессы просвещения народа и тем отсрочить, отложить политическую реформу, которая, понятно, неизбежна, но хотелось бы ее оттянуть и отложить как можно дальше. И поэтому в 1884 издается новый закон о начальных народных училищах, где церковно-приходская школа, находящаяся в ведении синода и местных архиереев, получает большие казенные преференции. Начинается бурный рост церковно-приходской школы, которая, замечу, еще раз существует такие наказенные деньги, а не на какие-нибудь церковные. И все равно соотношение к концу века один к двум. Там три миллиона учащихся, примерно, порядок величин, три миллиона учатся в земских школах, так, это выбору родителей предоставлялся, куда отдавать детей, и примерно миллион двести церковно-приходских, несмотря на всю казенную поддержку. Мужик двинулся в другую сторону, мужик двинулся к просвещению. Это очень заметно. Это очень заметно остается уже в 90-е годы, и окончательно ясно, там, на рубеже веков, когда начинает выходить газета Копейка, культурная, общеполитическая газета, предназначенная на мужика, стоящая одну копейку. Ее тираж достигает миллиона экземпляров. Все. Все. Мужик слился с русским интеллигентным обществом. У него те же самые интересы, политические и культурные. Нет вот этой непроходимой границы, о которой заботились сильно славянофилы и западники в 30-е и 40-е годы. Она исчезла. В культурном плане это одна по интенциям масса. Церковь решительно отказывается это поддерживать и решительно отказывается участвовать в этом процессе. Церковь действует как исключительно консервативная сила на самой болезненной для русского общества почве народного просвещения. И точно так же когда предоставляется возможность политической деятельности церковь оказывается в крайнем консервативном лагере. Как только после революции 1905 года становится возможна политическая жизнь, образуются политические партии, начинается политическая борьба легальная, то есть сопряженная с выборами в Государственную Думу, церковь всей своей массой, когда я говорю в этом случае церковь, я имею ввиду священное началье. Потому что внутри церкви были самые разные люди, церковный народ в этом смысле совершенно неоднороден, и крестьяне, скажем, в Думу выбирали довольно много священников, которые проходили и составляли трудовую фракцию. эсеры-бомбисты, как вы помните, отказались от участия в выборах, и поэтому те действительные эсеры, которые все-таки решили участвовать, они замаскировались именем трудовиков. Так вот, в трудовой фракции состояло по крайней мере четверо священников, которые были все извержены из сана. Церковь решительно отказывалась действовать на политическом поле в тех секторах, которые, по ее мнению, нарушали завещенное от веку неравенство социальное. Все силы, которые боролись за социальное равенство, церковной поддержкой не пользовались. Церковь оказалась в объятиях Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела, то есть крайних правых, которые у публики вызывали глубокое омерзение. Понятно почему. Потому что это было совершенно некультурное, попросту сказать, совершенно некультурное организация. Это лобазники, которые, отродясь, ни о чем не задумывались, и единственный их способ был устраивать погромы, которые они устраивали. Как только погромы кончились, эти организации куда-то исчезали. Никакой строгой организации у них не было. И эта замечательная опора оказалась ложной. Союз Русского Народа, который так поддерживал православную церковь, был формально самой массовой в России политической организацией. Несколько миллионов человек, числилось союзников. 3 марта 1917 года в день отречения государя-императора не оказалось ни одного. Нигде. Все это дутые общественные организации, которые реальной силой и реальной жизнеспособностью не обладают. Так вот, мнение народное вполне в этом смысле совпадало с мнением общественности, и церковь решительно теряет кредит доверия в самых широких массах населения в крестьянстве. Вот черепчайно характерные цифры, как только начинается какая-то реальная статистика земская в 70-е и 80-е годы, то тут же непременно обнаруживается, что на приход, в котором числятся 1087 православных, регулярно у исповеди причастия бывают 87. Значит, по каноническим правилам церкви человек, не бывающий раз в год у исповеди причастия не является христианином вообще. Значит, из этой 1070, это шуйский уезд Московской губернии, значит, из этой тысячи, которая не бывает регулярно, 870 не бывало в последние 10 лет. То есть, церковь остается первенствующей формально, при том, что действительного кредита доверия и действительного авторитета нет у нее. И это очень трагически скажется потом в событиях революционных 1917-го года, когда народ, оставшись без поводыря, останется и будет легко уведен крайними силами, не имея авторитетного равновесия. Поэтому так легко оказалось большевикам сокрушить русскую православную церковь, как, впрочем, и вполне неокрепшее русское общество. И можно сказать, что в 20-е и 30-е годы история, которую я рассказываю, заканчивается. Потому что в ходе репрессий 20-30-х годов большевистская власть уничтожила и православную церковь, и русское общество. Ни того, ни другого уже не стало. И то, и другое мастилось отчасти на нарах, но реально функционировать прекратила. Некоторое время большевики пытались заигрывать с обновленцами, и об этом, наверное, надо тоже хотя коротко сказать. Неблагополучие церковно-общественных отношений заботило не только интеллигенцию невоцерковленную, но и многих разумных людей в церковных кругах. И начиная с 1901 года начинается некоторое движение внутри церковной среды, которое стоит своей целью преодолеть вот это взаимное недоверие и по существу отсутствие всякого сотрудничества между церковью и обществом. Первым фактом такого рода были знаменитые религиозно-силософские чтения в Петербурге. Но при том, что они имели большой эффект, эффект этот был недолговременный и подверглись они нападкам сразу с двух сторон и очень быстро в течение двух лет прекратили свое засчитание. С одной стороны церковная иерархия их не одобрила, несмотря на то, что их благословил митрополит Сергий Старгородский впоследствии знаменитый своими декларациями. Но с другой стороны их не одобрила и большинство либеральной интеллигенции, не говоря уже о социалистическом. для нее это был путь назад, для нее это был проигрыш, для нее это было заигрывание с клерикализмом и чрезвычайно опасная попытка повернуть движение вспять от просвещения к клерикализму и реакции. После Гапуновской авантюры 1905 года разговоры о таком роде вообще сделали совершенно невозможно. И ровно поэтому советское войско так легко было уничтожить и то и другое. Взаимное анафематствование либералов, социалистов и церкви происходит в ходе гражданской войны. В 19-20 году, когда происходит Южно-Русский собор церковный, там вырабатывается наконец проклятие для большевиков социалистов, что они все антихристы, а страна разговаривают только о том, какой социализм ей нужен. Церковь окончательно в этом смысле уходит как сторона в споре. И поэтому большевикам легко было разгромить и общество, и церковь, что она и производит в 20-е и 30-е годы. В значительной степени вот этот репрессивный вал, который обрушивался на наших сограждан в 20-е и 30-е годы, очень сильно ударил по церкви. Вот, скажем, посчитаны цифры за полтора года большого террора, точно посчитаны. Обо всем остальном мы имеем только приблизительные представления, но точно посчитано, что из полутора миллионов репрессированных за полтора года большого террора 380 тысяч это священные церковные служители. То есть, существенный удар пришелся по этой среде, она была практически ликвидирована, деморализована и частью церковь шлафт-подполья, а частью логеря. Дальше уже совсем я пойду пунктиром, Андрей делает знаки всякие, понятно, что тема бесконечная и у нее масса аспектов, но для затравки разговора нам видимо достаточно, дальше уже совсем пунктиром. Когда в 1944 коммунистическая власть вознанавливает патриаршество и формальное существование русской православной церкви, она делается своими целями, в своих интересах и своими методами. Дальше пока не буду вдаваться. Что тяжело сказывается на самое негативное имеет следствие для личного состава и впредь комплектования высшей церковной иерархии, плоды, которые мы пожинаем до сих пор. И как только большевистская войска кончается и на сцену вновь выходят общество и церковь как самостоятельные субъекты, они выходят с тем же запасом идей, традиций и с тем же взаимным недоверием, с каким они разошлись, с каким они сошли со сцены в 1919 году. У них нет общего языка для разговора. Вот тот вопрос, который отец Сергий Булгаков задавал в брошюре неотложные задачи в 1916 году. У церкви и общества нет общего языка. С обществом, которое знакомо с Теремой Эйнштейна, нельзя говорить средневековым языком. Этого языка нет до сих пор и даже нет попытки его выработать. Обратите внимание, что русская прозвольная церковь не одна такая. Католики тоже очень долго сопротивлялись и очень долго удерживали традиционалистские позиции и как-то их держались, но стало понятно, что это в современном мире не просто проигрышная позиция в общественной игре, но это позиция, которая влечет к умолению собственных задач и собственных целей церкви. И тогда три года продолжавшийся Второй Ватиканский Собор принял знаменитую Конституцию об отношении с миром, которая настаивает на диалоге церкви и мира, на социальном устроении, которое церковь будет обсуждать в диалоге с миром. Обратите внимание, что диалог это разговор равноправных сторон. Русская православная церковь до сих пор готова нас поучать, но не готова участвовать ни в каком диалоге. И это мы очень наглядно и очень ясно видим на событиях последнего года. Потому что что такое история с Пусерой? Даже не сама история с ними, а история затем обсуждения этого казуса. Главный пафос церковных публицистов не трогайте нас отдельно. О нас нельзя судить вашими светскими словами, об нас говорить нельзя. Или мы будем иметь православную церковь, которая включена в общий разговор, или мы не будем иметь никакой православной церкви вообще. А будем иметь некоторую черносотенную секту. Вот выбор, перед которым стояло русское общество накануне революции, и перед которым мы оказываемся опять здесь, не имея никакого другого багажа, поскольку разработки такого рода общего языка были в советское время и сейчас глубоко маргинальны. Вот и отец Александр Мень и Сергей Вилинцев глубоко маргинальные фигуры для советского общества и для российского общества ныне. А какое-то благоденствие в этой сфере скорее всего возможно, когда фигуры такого рода из маргинальных сделаются центральными. Но как это сделать, это вопрос уже не к историку. Спасибо. Коллеги, доброе утро. Прекрасное выступление. Никита сделал для нас открывая новый день. Пожалуйста, вопросы к историку у кого есть. Прошу, Вячеслав. Вячеслав Горбачин, выпускник 2010 года. Огромное спасибо за ваше сообщение. Ну, вот так получилось в моей жизни, что я не окрещен до сих пор. Мои родители члены КПСС были и в свое время меня крестили. Вот сейчас у меня как бы выбор и со многими конфессиями, религиями у меня добрые отношения. Но когда я провожу публичные мероприятия, когда я сажаю за стол, за один стол представителей православной церкви и лютеран. И если они узнают друг от друга, что они представляют именно эти конфессии, они сразу уходят со стола. И вот в рамках этого я как-то читал книгу Данила Андреева «Роза мира», который предлагал создать единую религию. Вот сегодня у нас дробление идет и постоянное дробление на вот этом фоне. Вот на ваш взгляд, реально ли создание единой религии на просторах Российской Федерации. Спасибо. Вопрос совсем не к историку, но по-моему уже единая религия у нас существует, все веруют в великую и мистическую силу Владимира Путина, он из техов выведет, из страны выведет. А у нас же есть это, это единая вера, давайте мы будем ее разрабатывать, изобретать жизнь дала. А нет, конечно, невозможно. Значит, действительно есть некоторое предположение, что те заборы между конфессиями, которые на земле такие прочные, они до небес не доходят. Есть такое предположение. вот, и что как-то вот там какая-то одна сила на самом деле, почитаемая в разных образах, но это вопрос богословского визения, а я все-таки рациональный историк, это не моя компетенция. Так, Вячеслава, пожалуйста. Спасибо большое за интересный разговор. Мне хотелось бы попросить вас прокомментировать такую цитату Вячеслава Иванова, Кабардино-Балкария, 2008 год выпустил. Цитата из обращения апостола Павла к римлянам. Нет власти не от Бога и бытующее, часто употребляющееся выражение, что каждый народ достоин той власти, которую он заслуживает. Вот как вы можете это прокомментировать? Ну, тут же апостол в послании к Галатам сказал, к свободе призваны вы братья. Писание очень сложный текст. Даже если смотреть на него совершенно с гулядом атеистическим и светским и считать, что, и не разделять верой, что это богодухновенный текст, это мудрый текст, который, по крайней мере, для светского и неверующего человека аккумулирует гигантский человеческий опыт. поэтому относиться к нему надлежит со всей серьезностью, но существует вот какая закономерность текстологии. Как только текст достаточно большой, в нем можно найти все, что угодно. Поэтому, выдирая отдельные фразы из апостола, мы с вами можем оправдать все, что угодно. Как известно, китайская мудрость может доказать все, что угодно. нет такого бреда, который нельзя оправдать при помощи китайской мудрости. На каких только бляхах, каких только армии не было написано с нами Бог. Но на каких только бляхах не писали с нами Бог. С кем Бог на самом деле, он как-то мне не докладывает, по крайней мере, и я на это не претендую совершенно. Поэтому держаться в границах своего, того, о чем могу знать, о чем могу судить. Судить, как историк, могу вот о чем. Что как только христианская конфессия в лице ее авторитетных вождей упирает на то, что на то толкование фразы апостола, что никакая власть не заслуживает критики, потому что она от Бога, общество ведомое такой церковью приходит в застой и помирает. Приходит в ничтожество, в застой и в конце концов помирает в страшных, грязных, нечистых муках. Поэтому, скорее всего, надо одновременно вспоминать того же апостола послания Галатам, что к свободе признаны вы, братья, к свободе вы призваны, а там дальше власть ваша, та, которую вы заслужите. Вы призваны к свободе, вы можете своего призвания не исполнить, и тогда будете иметь власть, какую заслуживаете. Вот так, видимо, как-то. Но опять-таки, это вопрос богословский, а не исторический, скорее. Кроме того, коллеги, я позволю себе добавить, что писание еще сложное в том отношении, что оно же писалось, если мы берем Ветхие и Новые Заветы вместе, начиная с IX века до нашей эры, до II века нашей эры, все-таки в мире что-то меняется за тысячу лет, и это тоже надо учитывать. Вообще, иногда полезно смотреть на Библию, как на текст. Вот это интересно очень. Роман, прошу. Я хотел бы поучаствовать, Роман Плюта, Красноарский край, я хотел бы поучаствовать в этой дискуссии. Во-первых, это распространенная ошибка, на самом деле сказано там по-другому, не есть власть, а еще не от Бога. То есть текст как раз звучит прямо противоположен, не есть власть, если не от Бога. То есть в нем посыл заложен свергать любую власть, которая не от Бога. Это не я сказал, это есть достаточно, это известно, как бы специалисты знают все, не есть власть, а еще не от Бога, звучит так на самом деле. Татьяна Миронова и многие там филологи раскрыли давно уже этот смысл. И хотел бы тоже задать вопрос теперь, значит, вот какого плана Никиту Павловичу спросить. Вы как-то перескочили сразу, да, в эпоху Петра, Николая и постулировали, что изначально церковь и общество как бы противостояли другу, занимали разные позиции. Но ведь если мы начнем спускаться ниже, глубже в веках, то будет получаться так, что церковь все более и более будет заполнять общественную дискуссию. Мы придем к тем временам, когда церковь и иерархии ее наоборот противостояли как бы на стороне, скажем так, народа и общества определенным там гражданским силам. Вспомним опять же патриарх Ермогена, на грамотах которого поднималась Русь вот завтра как раз четыре столетия дня его гибели исполняется. Ведь он возглавил по сути с духовным лидером был народного гражданского ополчения. Вспомним патриарха Никона, который вообще хотел переделать царское как бы вообще устройство российское, стал строить Новый Иерусалим, которого потом свергли, обвинив, что он захотел стать императором. Ну и опять же спускаясь дальше ниже епископ Геннадий Новгородский, который ну и раскол ересь жидовствующих, когда вообще государство тоже на грани гражданской войны стояло. Ну и спускайся еще глубже, мы придем к временам, когда и церковная власть, и власть светская была одним по сути. Это Андрей Боголюбский, даже не трогая Дмитрия Донского, Александра Невского, просто там фигуру Андрея Боголюбского, Владимира Мономаха. То есть все-таки я считаю, как раз вот после Никоновского раскола просто церковь сделала для себя какой-то вывод определенный и сама устранилась от участия в государственном управлении, потому что это слишком опасно для самого института церкви. Вот так бы я. Что вы скажете? Ну, на самом деле я с этого начал, но, видимо, как-то не очень отчетливо это сформулировал, это не было услышано. Я говорю о церковно-общественных отношениях, когда общество возникает как отдельный субъект, когда в культуре возникает светское пространство. Вот те эпохи, о которых вы упоминали, эпохи Гермогена, Никона и дальше вглубь веков, ситуация совершенно не такова. Ведь нет тех культур, о которых те эпохи, о которых вы говорите, это эпохи господства традиционной культуры, как их называют социологи и культурологи, когда в культуре нет светского пространства. У человека нет действия, которое не соотносилось бы с божественным предписанием, со священным писанием, вообще вы не можете ступить ногой, чтобы это было безразлично к церковному учению. И тогда не возникает никакой проблемы церковно-общественных отношений. Нет общества как отдельного субъекта, который имел бы собственную сферу и собственную точку опоры. Нет отношений, некому относиться, нет субъекта. Субъект возникает, когда традиционная культура разрушается. Она не становится еще атеистической, но в ней появляется довольно большая светская зона. Зона поведения, зона принятия решений, зона отношений социальных, которые безразличны в отношении писания и религии, которых она не регулирует, которые регулируются уже общечным консенсусом. И вот тогда, когда возникает эта особая зона в культуре и когда возникает общество как отдельный субъект, имеет смысл говорить об отношениях. Ровно это я имел в виду, когда начиналось с 18 века, когда в России это общество обнаружилось. Вот, собственно, и все. А до этого, безусловно, отношения были нисколько не менее драматичны, но они были другие. Я бы хотел заострить внимание на той предыстории, на предыстории современных отношений. Поэтому говорю только об этом. Так, Людмила, прошу вас. Людмила Клименко, Ростов-на-Дону, выпуск 2010 года. Скажите, пожалуйста, вот тоже вопрос как к профессиональному историку. Недавно в РХГА вышла книга «Протестанты на службы России». И там, ну, например, для меня неизвестные факты были рассказаны, что Барклади, Толик, Резон Штерн, или Форн, они были протестантами и они сыграли достаточно значимую роль не в реакционной, так скажем, части, а в части преобразования и, ну, может быть, установления неких либеральных ценностей, либеральных форм активности, в том числе общественной в России. Как вы можете оценить роль протестантизма в разных формах, в истории формирования российской государственности? Спасибо. Формирование российской государственности едва ли, а, собственно, в культурном поле роль действительно гигантская, именно роль протестантов, потому что, как только Московская Русь поняла, что она, как-то она тормозит, и своими силами быстро не догнать, а воевать приходится и надо. и пришлось звать европейских сначала военных, потом технических, потом и всяких других специалистов, то звать их из стран католических оказалось по церковно-политическим отношениям невозможно. Католики были уже исчадиада. Но, к счастью, к этому моменту появились протестанты, которые, вроде бы, тоже враги папы, но не такие. И, вот, собственно, вся немецкая слобода, которая образовалась в конце 16 века на Москве, потом расселилась по всей Москве, потом запретили жить в Москве, чтобы они не смущали православных, и опять выселили всех на Ялзу в отдельную слободу. Помните, что Никон всех их высадил в отдельную слободу, чтобы они своим бытом не смущали православных? Ходят бритые тут, а бритым черта рисуют в православном храме. Помните, да? А тут этот лекарь бритые ходят. Ясно, черт. Так вот, вся немецкая слобода, куда ездил Петр Великий, еще не будучи великим, и где набирался всяких обычаев, и даже, скорее, вкусов и предпочтений, это по большей части протестанты. Протестанты из Голландии, из отчасти Шотландии, бежавшие от католической контрреформации. Очень много, очень значительная на русской службе доля протестантов, очень велика их роль в культурном плане, очень велика их доля в административном. Вот русская администрация там, 18-19 века, на, забыл точные цифры, но близко к третьей высшей администрации, комплектуется из аздейских немцев. Все сплошь протестанты, но аккуратные, ученые аккуратные, педантичные. Более того, это влияние протестантизма не исчерпывается высшими слоями высшей бюрократии, высшей военной кастой. Гигантское влияние протестантов на крестьянскую массу, о чем практически не написано даже, но как-то это известно, но в деталях плохо исследовано. После знаменитого Екатериненского призыва после 1765 года, когда она обратилась с призывом к европейским протестантам ехать на Русь для заселения пустующих земель прежде всего Новороссии, огромные массы оголодавших немцев по большей части протестантов, почти исключительно протестантов, двинулись в Новороссию вот этот самый обживать будущую Харьковскую, Ставропольскую и нынешнюю Кубанскую область. И там это было чрезвычайно влияемо, в Поволжье вы помните множество немецких колоний, вот, и это была чрезвычайно важная культурная прививка к крестьянскому дичку, очень влиятельная, вот, к сожалению, плохо описанная в литературе, детальных исследований нет, но по некоторым косвенным данным мы можем судить о том, что это было очень мощное культурное влияние, уже потому, что главной опасностью для православия в 80-е, 90-е годы 19-го века становятся не раскольники, не католическая пропаганда польская, а штунда. Штунда это такая русская секта, выросшая на довольно примитивном знакомстве с протестантскими учениями. И это она называется секта, поскольку не имеет ни центра, ни внятной иерархии, ну, им и не полагалось, ни связанного учения, но штундистов на юге России несколько миллионов. Это гигантская опасность. Специальное отделение миссионерское создается в синоде для работы против штунды, а не получается. Русский мужик тянется к этому протестантизму. Так что это скорее проблема для историков пока, или может быть я не видел, я посмотрю, пока я не видел, но это бы знали, если бы кто-то исследовал эту проблему во всей ее полной те. К сожалению, такого пока я не видел. Алексей, прошу вас. Спасибо за интересную сессию, но все-таки я хотел бы с вами поспорить, я не хотел спорить по истории, поскольку вы специалист, но если взять даже уже то, что период, когда произошел после 1991 года, то, что церковь несколько иначе себя вела весь этот сложный период распада союза, ГКЧП, последующих действий, то есть и сама фигура Алексея, она была несколько иная покойного патриарха, и не раз были заявления, то есть именно в кризисные для общества политические моменты церковь выступала таким авторитетным достаточно институтом, который старался как-то не допустить кровопролития, который выступал против силовых каких-то действий, и была такая несколько иная иллюзия, что церковь может участвовать в общественной жизни в роли такого арбитра, либо же участника со своим мнением, который в общем-то отстаивает какие-то ценности, ценности нравственные, и является авторитетным источником. То, что сейчас происходит, это все-таки уже Кирилл, и это, конечно, достаточно часто это выглядит достаточно мерзко, но мне кажется, это роль личности в истории, и может быть сценарий нормального взаимодействия православной церкви и общества у нас. Мне кажется, мы его видели. То есть, вы полагаете, что вот эти переговоры, которые патриарх Алексеев в Даниловом монастыре осенью устраивал 93-го года имели какую-то перспективу, я не понял. Мне кажется, что совершенно это была такая проформа, и патриарх особенно ни на что не надеялся, и не слушал его никто, но собрали проформу, и как-то и разошлись. Реального влияния церкви на общественные процессы я не вижу, и не вижу принципиальной разницы между, но тут уже я говорю не как историка, а как наблюдателя современности, но может быть внимательнее, но все-таки не обладающих каким-то специальным знанием. На мой взгляд, не существует какой-то принципиальной границы и принципиального различия в церковной общественной политике двух упомянутых патриархов. Не существует в том смысле, что при Алексии церковь была менее агрессивна, при Кирилле она более решительно вмешивается в политические процессы и в общественные дела, но суть дела от этого не меняется. Ведь вы помните, что социальная концепция православной церкви была разработана еще при Алексии, и она, сам текст ее, и дебаты вокруг нее, ну, в общем, это вполне были все разумные, любой душевный второй человек мог за это только двумя руками все это поддерживать. Ну, так и где эта концепция, и что с ней? Ну, составили бы пятилетние планы, и забыли, отчитываться будут совсем по-другому. Церковь действует, нынешняя церковная иерархия, что при Алексии, что при Кирилле, это совершенно советская система. Она абсолютно советская. Написали план, отчитываться будут другие люди и по-другому. Поположили в сторонку и забыли. Вот. Другое дело, что гораздо более существенная для меня вещь, это сейчас сильно все бронят Кирилла, ах, он такой, сякой, и эдакий, и чуть ли не мошенник и контрабандист. Ну, наверное, я бы не хотел никак переходить на личности, а хотел бы все-таки отметить важную вещь, процессуальную. Ведь при всех своих недостатках митрополит Кирилл представляет рациональную фракцию церковной иерархии. А вот представьте себе, что в 2005, когда были выборы, я уже забыл, в 2006 году, выбрали бы не Кирилла, вождя рационалистов, экумениста, члена проведшего много лет за границей, члена всяких советов церквей, а какого чукотского мистика выбрали бы патриарху, вот бы мало точно никому не показалось. Вот я глубокий сторонник рассмотрения исторических событий в рамках несовершившихся альтернатив. Тогда мы немножко понимаем, как оценивать случившееся. Чего могло бы быть? Того слоя не случилось, ну так давайте дальше жить. Последними событиями церковный народ тоже сильно озабочен. Но это опять-таки уже мои наблюдения совершенно не исторические, а просто наблюдения за процессом. Церковный народ чрезвычайно озабочен на репутации церкви, репутации служителей, тем, что на вполне просвещенных людей, состоящих в лоне этой церкви, начинают смотреть как на мракобесов. Они этим озабочены, они найдут способ исправить это. Вот собственно и все. Но опять вы меня толкаете на поле какое-то политологическое, где я не чувствую себя твердо. Я просто начинаю говорить как обыватель. Так, Женя Сусина, пожалуйста. Евгения Сусина, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, я не очень хорошо понимаю, в какой общий разговор должна вступать в церковь. Потому что мне кажется, что церковь, она в принципе не размышляет, она знает. И если она начинает вступать в общий разговор, то она начинает вырождаться в масштабах кружка вязания, вот как это сейчас довольно много видно. А что на каком уровне, каким образом, не теряя своих главных задач? Примеры из нашей истории привести довольно трудно, а вот дискуссия об абортах. Церковь знает, что вообще говоря, что знает церковь? Церковь знает свои догматы, символ веры. Верую во единого благословения и далее по пунктам. А она знает, когда душа появляется у плода? Или это все-таки предмет дискуссии? Она на второй неделе уже есть душа? Или все-таки она позже появляется? Когда убийство возникает? Это предмет дискуссии. Предмет дискуссии с современной наукой, с эмбриологией, психиатрией, психологией. Давайте поговорим. Не кричите сразу, что это убийство. На любом сроке. Оно не всегда, не на любом сроке убийства. Не надо. И вы не знаете этого со всем своим православием. Наука знает, а мы с вами договариваться. Вы с одной стороны будете утверждать, что это грех всегда, а наука будет говорить, что как-то нет пока. Вроде неживое существо неодушевленное. Так, Ира Лукьянова, пожалуйста. Да, спасибо большое за интересный разговор. Я понимаю, что вопрос надо задавать историку, но все равно очень хочется скатиться в нашу политологическую реальность. И поэтому немножко продолжая как бы отверг на предыдущий вопрос. Мне кажется, что действительно то, о чем вы сказали, эти обновленческие тенденции сегодня тоже очень живы в православной церкви и есть разные точки зрения, в том числе и на совсем недавнюю историю с Пуси Райт. В церковной среде есть разные точки зрения. Я просто помню недавнее совершенно интервью с самарским священником, который, кстати, при этом еще и кандидат физических, физико-математических наук и был рукоположен в РПЦ за рубежом. И у него весьма критическая оценка роли церкви в этой истории. И он позволяет себе ее публично высказывать, что тоже характерно на самом деле. Но при этом есть действительно вот это какое-то совершенно вчерашнее почти что действительно возникает ощущение того, что дурное повторение происходит, вот этот взаимный, не слышащий абсолютно точку зрения накат гражданского общества на церковь и в обратную сторону со всеми этими не то, что не изящными, а просто какими-то совершенно архаичными формулировками. Как вы думаете, все-таки шанс остается вот этой альтернативной истории, что церковь сможет обновиться и сможет вести диалог с гражданским обществом? И наше гражданское общество, в той его как бы сегодняшней апостаси вполне себе тоже местами агрессивный сможет на этот диалог пойти со своей стороны. Спасибо большое. Как историк могу на последнюю часть вашего вопроса сказать только, что может быть все, что угодно. Вот как сделаете, так и будет. Нет никакого, ничего такого там на этих скрижалях у Сивил не написано и никакой нету ни клеи, ни матрицы, которая бы вас заставляла действовать как-то единственным способом. Кто будет энергичнее, туда и вырубляет. Но при этом я вернусь к первой части вашей речи. Вы произнесли ужасное, тревожное и опасное для церковных людей слово обновленцы. Невозможно современному церковному человеку хоть как-нибудь сведущему сказать, что надо затеять движение церковного обновления. Вот нельзя это сказать. Потому что под этой вывеской однажды церковь была разгромлена изнутри. Все ли помнят эту историю про обновленческую фракцию русской церковь. Вот большевики поступили с церковью ровно так же, как они поступали с крестьянами. Когда они сталкивались с большой силой, они в первом столкновении не могли ее одолеть, они отступали и разлагали эту силу изнутри. Вот как большевики отступили в 1922 году, объявив НЭП, а в 1930 году разгромили деревню при помощи созданной за эти 7 лет пятой колонной в лице всяких комбедов и советов бедноты. Они разложили деревню, тащили туда войну, затеяли там гадость внутри и так далее легко в 1930 году мужика замочили, сортили. Легко уже. Мало кто отдает себе отчет, что ровно та же процедура была проделана в отношении церкви. Начиная когда самые страшные гонения 22-й год, помните Голодов Поволжье, изъятие церковной ценности, фиктивное, под фиктивным предлогом арест патриарха и начало прямо церковных репрессий, когда Ленин пишет о стрелять их побольше, чем больше стрелять, тем лучше. Единственное письмо Ленина, которое не вошло в 55 томов советских. Так вот здесь они не только расстреливают, они начинают поддерживать некоторую фракцию очень гибких нравственно-священников, которые обзывают себя обновленческой церковью. Так они себя и называют живая церковь. Союз обновления, а потом живая церковь. И как ренегаты гнобят в патриаршию церковь, захватывая ее места. Поэтому сейчас современному русскому православному сказать, что вы хотите затеять церковное обновление, он в ужас придет, у него вот эта память о словах. Но при этом масса людей готовы к диалогу собственного. Они понимают, что иначе быть не может, что этот диалог необходим. Или мы живем в обществе, где есть некоторые монополии для носителей истины, или мы живем в обществе диалога, где абсолютно истины нет, правила игры устанавливаются консенсусом, то есть каким-то договором, является результатом конвенций, а конвенция есть результат переговоров всегда, всегда какого-то диалога, иначе это общество не живет, оно не существует. Это не диалог церкви и общества, это не украшение, не рюша на каком-то платье, а это конструктивно необходимая вещь для того, чтобы это общество вообще существовало. Так что оно должно быть. Учиться, значит, будет уродство какое-то очередное. Юлия Счастливцева. Коллеги, поскольку я хочу сделать небольшой перерыв, это последний вопрос, если я говорю сейчас. Пожалуйста. Юлия Счастливцева, Магнитогорск. Вы знаете, я не помню в русской литературе положительного образа попа в классической литературе. Последнее, что я помню, это житие Портопопа Авакума, и то им самим написанное, 17 век. После него ни у Некрасова, ни у Толстого, ни у кого-то из русских писателей нет красивого, положительного образа. А вот предуреволюционный я даже открыла поэму Блока 12. Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ. Сегодняшний образ, я не думаю, что изменился. Если бы Блок сегодня писал поэму 12, у него добавилось бы пару деталей, вроде дорогих часов, спортивного автомобиля, но образ был тем же бы неприятным. Однако, мне непонятно, почему изменилось массовое сознание, и откуда столь мощная поддержка РПЦ со стороны народа. Ведь в революцию большевики уничтожали церковь не без молчаливого согласия людей. А сегодня вот эти многотысячные очереди за всякими святыми штуками. Хотя образ тот же неприятный. Спасибо. Ну, тут два сюжета, вы затронули, они разные. Значит, во-первых, русская классическая литература это все-таки литература критического реализма. Она строится по тому же принципу, что строятся новостные ленты. Хорошая новость не новость. Новость, это значит, где-то что-то рвануло, оборвалось, обрушилось. Вот это новость, да. А что хорошего, это не новость. Поэтому в реальности, конечно, были блистательные иерархии в русской церкви, были блестящие святые священники, но они, не они интересовали литературу. Русская литература немножко кривое зеркало. Хотя, впрочем, нельзя сказать, что это прямо положительный образ, но, по крайней мере, одного писателя я обязан упомянуть, это довольно специальная положительность. Вот особо они лисковские, они положительные или отрицательные? Они какие? А вот чеховский архиерей, помните этот рассказ? Он положительный и отрицательный. Вот этот архиерей, чеховский очень характерный, лисковский немножко такие лубочные, сказывая. А вот чеховский, он в русле той же критической литературы, но вот обратите внимание, что там существенно? Он один. Вокруг него такой вакуум, что даже его родная мать, то в этот вакуум сквозь него не проницает. Он отделен от жизни совершенно непроходимыми вакуумными препонами. Нет, русское общество, русское литература не сообщается с церковной средой, это не сообщащиеся отсюда. Поэтому нет образа ни положительного, ни отрицательного. Вот. Вторую часть напомните. Сегодня что изменилось? Сегодня изменилось, но это тоже, да, но это ответ будет не историка, а внимательного читателя социологических исследований, поскольку я еще и редактор журнала отечественной записки, а мы много интересуемся социологией русского общества, мне много приходится по этому поводу читать. духовной жизни человека не терпит пустоты. Ему для жизни нужно какое-то духовное оборудование. Если это не манифест коммунистической партии, то это пусть Богородица. Происходит просто замещение. От этого вовсе не следует, что русский народ становится действительно православным. и масса показателей, включая смешные, она свидетельствует о том, что 68, по-моему, процентов аттестуют себя православными, но при этом 40 процентов не верят в Бог. Из этих 68. Вот. В столице православного государства в городе Москве снижение потребления скоромных продуктов Великий пост не снижается ни наюту. Вообще ни наюту. А так все православные. Ну, замещение по типу коммунистического манифеста и пояса Богородицы. Слабому человеку нужна, а любой человек слаб, нужна какая-то подмога. Или это вера в светлое будущее и в коммунистический интернационал, или в некоторую силу, которая сверху идет и поможет. А гораздо интереснее мне было бы, если бы в такие опросы, но до сих пор я таких не встречал, включили бы то, что собственно говоря интересует историков культурологов. Вот старинная проблема сформулированная еще в 19 веке проблема двоеверия. Когда русский человек живет одновременно в двух религиозных мирах. он он с одной стороны православный и устанавливает отношения с Богом, тридином, спасителем, распятым, припунтипилате, а с другой стороны он верит в шишигу домового и завязывает узлы на рубахе. То есть существует помимо православного представления о мире существует еще другой мир, в котором еще какая-то сила есть. И вот боюсь, что если мы попросим наших социологов произвести исследование, которое бы позволило разграничить эти сферы, то мы бы получили ровно ту же самую картину. Русский народ скорее всего не православен, а суеверен. А язычник и суеверен. По большей части. Весьма значительной части. И в этом контексте православные предметы функционируют как предметы языческого культа. Вот что существенно. Коллеги, Никита Соколов всегда замечательно выступает здесь, и это просто праздник его слушать. А кроме того, я могу сказать, что в России достаточно много интеллектуалов, но среди них я мало очень знаю людей, которым не присущ ни в какой степени такой грех, как гордыня. Никита именно такой человек. Это настоящий интеллигент. Просто прошу поблагодарить. Который даже визу не может получать. Лена говорит, в связи с этим ему и британскую визу не выдали, видимо. Коллеги, я прошу вас, через 10 минут будьте здесь. Никакого кофе мы вам не предлагаем сейчас. Покурите и в туалет сходите. Никита. Никита. Никита.